Санкт-Петербург 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 На самом деле это человек, который обладает очень удивительными способностями, способностями медиума. Вообще Бразилия это страна спиритизма и страна медиумов. Там в это очень верят и там много людей, которые известных людей, учителей в том числе и учителей. Это Джауао, это, допустим, Кардек и другие, я сейчас не вспомню, но... Шик Шагерн, наверное, тоже, да? Да, самый известный, который написал очень много книг, он написал около 400 книг под диктовку, то есть так мы сейчас называем как бы даунлоудинг, но вот это не совсем так. Ему просто шла эта информация, он писал, писал. Совершенно есть потрясающий фильм, кстати, об этом, о нем. Я рекомендую посмотреть. Вот, и Мидиум Джауао, это человек, который способен транслировать информацию через свое тело, и это позволило ему вылечить миллионы людей. Самый первый раз, когда ему было, наверное, лет 10, его привезли куда-то, он очнулся, и оказалось, что он вылечил 50 человек. И первым как бы... То есть у него это из детства, вот этот дар открылся совершенно с юных лет, да? Да, и он, собственно, всю свою жизнь посвятил целительству. Да, абсолютно так. И первым как бы духом, что ли, который через которого... который работал через тело Джауао, был царь Соломон. Вот, ну а вообще сейчас там присутствует около... Да, присутствует, трудно сказать, присутствует. Там около 300 вот тех самых целительных духов, которые работают через Джауао. Я слышала, что даже не так давно, в прошлом году, да, он заболел сам и перенес операцию, и уезжал из сказы, из этого вот места, где, собственно, находится целительный госпиталь. Но, тем не менее, духи присутствовали вместе. Видимо, у него такая сила уже, что он создал пространство дружественное для духов, и даже проходили операции. И, в общем, всё точно так же, как и происходило, как и в его присутствии. Это вообще удивительно. Я даже не могу себе представить, какая-то мистика такая, которая происходит рядом с нами. Это абсолютно точная мистика, но людям... Интересно, что людям, которые не верят в это, они приезжают туда, но всё равно продолжают как бы не верить. И им приходят ответы совершенно поразительные, что они просто уже... у них нет другого выхода, кроме как поверить в чудо и поверить в то, что это действительно так. У меня, на самом деле, самой был такой случай. Я какой-то день, утром, я, значит, нажала на будильник. У меня часы лежали на тумбочке рядом со мной. Не часы, это был телефон. Я остановила будильник, и через буквально секунду я упала с кровати. Упала с кровати и ударилась головой очень сильно, а вешалку там стояла рядом, и мой же чемодан. И я ходила и думала, ну что же такое, почему, почему это произошло, потому что там ничего не было... У тебя было желание ещё поспать, да? Или что-то полежать? Нет, не совсем. Я вспомнила, о чём я думала, когда я проснулась, какие были мои мысли. И мысли мои были осуждающего характера. Я это чётко помню. И поэтому я абсолютно верю в то, что мне вот таким образом показали, что осуждение, оно совершенно не нужно, нехорошо, это плохо. Осуждать кого бы то ни было, потому что, ну, мы думаем то, что мы думаем, а мы не всегда знаем точно правду и всё остальное. Вообще любые осуждения — это нехорошо. Вот. Я знаю, что ты скоро собираешься в Бразилию, и сейчас приглашаешь людей в свою группу, чтобы сопровождать её. И расскажи, пожалуйста, когда у вас планируется поездка, кого ты приглашаешь, кто твои, так сказать, люди, с которыми ты хотел бы туда поехать? Что их ожидает, на самом деле? Да, да, да. Поездка следующая состоится 2 мая. Обычно я везу людей где-то примерно на 2 недели. Почему на 2 недели? Потому что этот духовный госпиталь открыт в среду, четверг и пятницу. В остальные дни там тоже всё открыто. Это просто Джанавгат сам там присутствует в среду, четверг и пятницу. Там проходят медитации во время сессии. Вообще за день туда может приехать около 2000 человек иногда. И он принимает всех. Там очень много правил, которые опять же с нам спускаются как бы сверху, вот от этих самых целительных духов. И правила часто меняются. Поэтому рекомендовано ехать с гидом. Тогда вам не нужно ни о чём думать. Всё организовано. И опять же, я каждым человеком работаю персонально. Мы садимся, обсуждаем все возможные и невозможные пути исцеления, что нужно делать, в какой момент. И поэтому всё очень хорошо организовано. Опять же, такси нас встречает. Мы поселяемся в гостиницу, куда включается питание, трёхразовое питание совершенно замечательное. Для тех, кто вегетарианец, там очень много овощей и фруктов, причём всё свежее. Вот только что с маркета. Но мясо тоже есть. Да, абсолютно, да, так и есть. Ну, а те, кто ест мясо, там тоже мясо присутствует, не только свинины, потому что на самом деле свинина не рекомендована тогда, когда человек принимает пассифлору. Пассифлора – это такая трава, которые, капсулы, которые приписываются каждому человеку, который находится там. Или опять же, можно принести фотографию, и по ней тоже даётся специальная вот такая трава, капсулы, для того, чтобы была связь вот с этим местом. И тогда нам помогают, даже тогда, когда мы находимся дома. А пассифлора, она там растёт? Они сами делают это лекарство? Или это как-то их… Да, да, да. Там всё собирается, там всё производится. Она цветёт, она такими красивыми цветами, цветёт. У меня обыкновенное растение, очень удивительное. То есть оно такое, как бы как проводник, медитативной практики, да? Да, абсолютно. Оно как проводник ещё говорят, что… Так, в общем, я ещё начала, что нельзя свинину, нельзя есть… Restrictions, как это у нас по-русски. Нельзя есть свинину, да. Нельзя пить алкоголь и нельзя… Ну, как бы добавлять дополнительные… Кстати, про свинину это было раньше, сейчас новое правило. Вместо свинины сейчас нельзя кушать вот яйца, которые называются fertilized eggs, то есть когда курочка и петух, они вот снесли вместе яйцо. Но таких, я думаю, очень мало. Оплодотворённые яйца. Да, оплодотворённые яйца, да. Но в любом случае свинину… Так как мы знаем, что свинина – самое грязное у нас мясо, и вообще нехорошо его употреблять в пищу, то его там, в принципе, и нет. Ну, мне вообще кажется, что когда ты едешь в такие места, то есть это происходит очень глубокое и духовное, и физическое чистка, и вообще лучше придерживаться всё-таки вегетарианского питания, потому что это уже само по себе целительное воде, если мы с тобой как специалисты по питанию и здоровью это можем подтвердить в своём собственном опыте. Абсолютно согласна, да. Ну, мы не можем людям, стараемся людям, да, не навязывать своё. Каждый приходит к тому, что приходит он в своё время, поэтому для тех, кто ещё не пришёл к вегетарианству, там есть. И какие-то другие опции, понятно. Скажи, пожалуйста, а туда приезжают только люди, которые страдают какими-то заболеваниями, либо туда могут приехать здоровые люди, например, за поиском своего предназначения, или за поиском смысла жизни, ну, я не знаю, ещё какие-то вещи. Ну, может быть, мы не знаем, для чего туда люди едут ещё, потому что, кроме целительной, вот я знаю, что ты ездишь, потому что тебя, как бы это место призвало, да, мы с тобой об этом разговаривали уже. Меня абсолютно туда тянет, и я не могу больше, чем полгода находиться вдали. Да, действительно, спасибо, Настя, очень хороший вопрос. Действительно, туда едет очень много больных людей, очень много людей, которые потеряли веру в медицину и веру в то, что они могут излечиться здесь. Но тут я хочу сделать небольшое склонение, так как я вот вспомнила про медицину. Там всегда говорят, ни в коем случае не бросать никакие лекарства, слушать рекомендации врачей. То есть идет параллельно лечение нашего физического тела, которое нам помогают излечить врачи и натуральная медицина здесь, обычная медицина западная, что ли, и параллельно идет излечение души. То есть открывается сердце, когда мы наполняемся любовью, вот тут и начинается самый-самый основной процесс. Когда мы находим Бога в своем сердце, вот тут-то весь ключ к излечению. Опять же, не все люди одинаковые, и у всех это происходит по-разному. Очень много тут причин. И наша карма, и наши прошлые действия, и наш образ жизни и так далее. Но, возвращаясь к твоему вопросу, туда действительно едут люди, не только которые хотят излечиться от каких-то физических проблем. Потому что это место очень духовное, это место высоких вибраций, это место, где залежи кристаллов. Именно поэтому туда направили его Джоао, и он именно там открыл духовный госпиталь. И поэтому все чувствуют себя просто вообще великолепно, замечательно, уезжать не хочется к концу. И очень многие возвращаются обратно. Но, опять же, для людей больных, им нужно что-то понять. Вообще, понять нужно что-то всем. Но самое главное — это поменять что-то в жизни. И, приехав к себе домой, не продолжать тот образ жизни, который вели раньше. Это одна из таких важных рекомендаций. Но, действительно, там открывается очень многое. И задают вопросы самые разные. И люди просят наладить их какие-то взаимоотношения, привести, найти правильную работу. Бывает и так, что... Так было у людей, которых я возила, что, допустим, ушел из жизни какой-то близкий человек. И как это часто бывает, мы не можем отпустить... Принять ситуацию. Да, принять ситуацию, отпустить человека. И поэтому и нам плохо, и той душе плохо, которая уже ушла, которая трансформировалась. Вот. И там это просто место, которое удивительно помогает. В то же время, когда мы просим, нам отвечают, нам помогают. Но, как говорят... Опять же, такой ответ приходит от духовных духов, что 50% — это наша работа. На 50% они нам помогают. А когда мы просим, мы просим Антуши, нам помогают еще больше. Да, я совершенно согласна, потому что я много раз убеждала, что у Вселенной, у Божественных сил нет ответа, нет для нас, да. То есть он не существует. Всегда есть ответ только «да». Мы просто его не слышим или не принимаем, да. И сами всегда ставим какие-то условия, препятствия, сами выстраиваем какие-то преграды для того, чтобы получить сложности, а не идти прямым путем и не принять тот дар, который нам дает Божественная природа, Божественная любовь. И я так понимаю, что Джао, его вот эта сия удивительная, она нам помогает как раз и открыть канал Божественной любви, канал Высокой энергии. Абсолютно, абсолютно. А расскажи, пожалуйста, Ритючка, а как там, вот вы две недели там находитесь, чем вы там занимаетесь? То есть во сколько прием идет? Вот те дни, когда работает госпиталь, вы ходите в госпиталь, как я понимаю, а в остальные дни? Какая у вас программа? Что вы там еще делаете? Вообще где это находится? Насколько это, как туда легко добраться? Да, ну начнем с того, что как туда добраться. Эта деревушка, это на самом деле маленькая деревушка, там одна улица, ну и несколько перпендикулярных улиц, где находятся гостиницы, жилье, там небольшие кафешки, для людей, чтобы они могли расслабиться, отдохнуть после вот общения. Люди там совершенно удивительно собираются, потому что место, которое притягивает, всему всегда есть причина, правильно? И там встречаешь совершенно удивительных людей. На самом деле рекомендовано не очень много общаться, больше как бы работать над собой, работать над своими какими-то внутренними качествами, блоками, больше медитировать и находиться вот в кассе. Касса – это дом по-португальски, это вот именно этот духовный госпиталь, там называется касса. А, значит, когда мы прилетаем в столицу Бразилии, аэропорт Бразилии или город Бразилия, вот, и оттуда нас встречает такси, мы едем где-то полтора часа до Абаджани, это место называется Абаджани, и там уже заселяемся в совершенно потрясающую гостиницу, которую я снимаю на всю группу. Проводим все время на улице, потому что там и еда, и, в общем-то, это одноэтажные такие здания, там совершенно удобные комнаты, в которых все есть, а они чистенькие, удобные, и небольшие, но все есть. Я хочу сейчас вспомнить почему-то один пример, что я обычно, когда привожу людей, они входят в комнаты, и так же было вот со мной в прошлый раз, девушка молодая со мной была, она говорит, ой, а комната же такая маленькая, я так им не привыкла, она привыкла, если она едет куда-то, она поселяется в пятизвездочном отеле, и там со всеми удобствами и так далее. Но люди так удивительно трансформируются, что уже на второй, на третий день я ни звука не слышу о том, как же здесь какая-то маленькая комната, или как что-то плохо, вообще плохо, ничего не бывает, все только хорошо. Все принимается, все воспринимается, люди начинают друг другу помогать. Я не знаю, как это происходит, опять же, это чудо, это чудо, которое людей трансформируют уже на вторые сутки. То есть это не место и сила вот этого присутствия божественной энергии, которая есть. Да, да, и сила любви, и сила любви просто невероятная, потому что такое ощущение, что тебя окружает вот эта вот любовь там просто постоянно. И даже люди больные, вот интересно, что когда приходишь в госпиталь, допустим, вот у нас в Америке, или неважно, в России, где бы ни было госпиталь, это госпиталь, и там ощущение энергии совершенно такое очень низкое, очень тяжело там находиться. Да, вот у меня прям мой вопрос предвосхитило, потому что я хотела как раз спросить, когда находишься, то есть огромное количество людей приезжает туда в Хаузу, приезжает в Джао, и многие из них действительно серьезно больные, больные какими-то такими заболеваниями. Я вот нашла список болезней, с которыми люди туда приезжают. Ну это, ну, в общем, очень страшные, практически, да, летальные такие заболевания. Это рак, это ликемия, это спирт, диабет, слепота, растений, склероз, астма, паралич, эпилепсия, психические какие-то заболевания. То есть, в общем, список такой очень-очень суровый. И когда ты находишься в поле людей, которые, их там много получается, да, большая концентрация людей, которые тяжело больны, для кого-то, может быть, это вообще последний шанс сюда приехать и получить какое-то исцеление, на их взгляд, может быть. И как вообще вот энергия этого места, насколько ты чувствуешь, потому что ты как раз начала отвечать уже, мои высли ты услышала. Да, действительно, там не чувствуется никакой тяжести, энергия просто потрясающая. Именно поэтому, может быть, и люди тебя чувствуют там хорошо. И поэтому это место тянет. И даже вот присутствие огромное количество больных людей никак не портит энергию. То есть, ну, я, когда привожу людей в гостиницу, мы обычно, я привожу с собой свечки, рекомендую поставить свечку, чтобы комнату все-таки немножко очистить, повысить, вот убрать какие-то плохие энергии оттуда, если они присутствуют. Это тоже очень благоприятно. Вот. Иногда тоже сейдж с собой беру, чтобы почистить комнату энергетически. Это наши рекастики сейдж берешь, да? Да, да. Сейчас у меня дочка такие выготавливает ароматические капсулы специально тоже для того, чтобы очищать пространство. Да, капсулы, я такого не слышу, но мы об этом что-то поговорим. Обязательно. Еще, да. Я обычно поджигаю вот сейдж, который у нас продается в Whole Foods, или я привозила из Аризоны. В Седоне тоже совершенно вот замечательное место. Еще одно из замечательных мест. Вот, да. Значит, там делаются операции. Совершенно удивительные сенсационные операции. Бывают они двух типов. Или вот то, что мы называем духовные операции, где человек просто сидит в медитации, вернее, это не один человек, это целая группа людей. Они назначаются, в принципе, самим Джоао, когда человек проходит перед ним в первый раз или там в какой-то раз. То есть эндити нас видят, они сканируют, и, в принципе, он знает уже точно, что, какое будет назначение. Вот. Или операции для людей, которые, в принципе, не верят. Они как бы ни во что не верят. Они не верят в существование, в присутствии, в возможности вот таких духовных операций. Им делают надрезы. Ну, тебе не меня туда приехали. Вот интересная такая. Я не верю, это проверю. Ну, бывает, что кто-то, или муж, или жена, или кто-то из родственников говорит, вот тебе нужно туда поехать. И человек едет, но он не верит до конца в то, что это действительно очень трудно. Очень трудно поверить, вот что такие чувства происходят, что кто-то там где-то, где-то вот мы их не видим. Это те же самые мрачи, которые жили много тысяч лет назад, но они вот теперь приходят туда в виде вот таких вот, их там называют эндитис. Вот. И поэтому делаются надрезы, то есть Джаус сам, ему читается молитва, он уже становится не сам, он отдаёт своё физическое тело и делает вот такие операции. Операции, да, там может присутствовать и кровь, но люди, я разговаривала с людьми, которые такие операции делали, они говорят, что они не чувствуют боли, в принципе, вообще. Их потом зашивают шов. Я думаю, что эти операции тоже энергетические, потому что, в принципе, делается только надрез, и как бы просто для того, чтобы человеку доказать, что ему сделана операция. И он опять же, так же, как и после духовной операции, должен пролежать 24 часа. Это как бы нормальная... Сморение на этот период, какая-то реанимация после любой операции. А после обычной операции мы под наркозом находимся где-то в отдельной палате или где бы мы ни находились, мы должны лежать спокойно. Вот здесь рекомендуется спать. И еда тоже приносится в комнату, я приношу обычно еду. И мы очень открыты энергетически, поэтому вот в этом вся причина. И нам не рекомендуется ни с кем общаться, тем более не смотреть в компьютер или телефон, а быть в полном одиночестве. И вот такое вот 24 часа восстановления. Но потом тоже дальше. Есть много правил, которым надо следовать. Желательно следовать для того, чтобы если мы хотим хороших результатов. Но это сложно следовать этим правилам, потому что, может быть, кого-то это может смутить, что вот я поеду, я весь такой вот бесправил, а мне там придется заставить. Я понимаю, что это может быть сложно для кого-то. Но как я понимаю, что место диктует свои какие-то правила естественные, и ты начинаешь подчиняться естественно этим правилам. Да нет, не все подчиняются естественно. Многие люди действительно, вот знаете, им сделали операцию, мы приехали, привезли его на такси в гостиницу, и он лег на подушку всю и выключился, и его нету, и он даже кушать не хочет. А некоторые мучаются, страдают, потому что это же невозможно. Ну как можно отлежать 2-4 часа? Но это урок, это то, что человеку нужно пройти, потому что, возможно, он слишком возбужденный, возможно, он слишком эмоциональный, ему нужен вот этот вот покой для того, чтобы что-то в себе изменить и понять. Это вообще самые главные вещи, которые там происходят. понять свои какие-то качества, которые нужно вот корректировать, что ли, да, немножко. Ну и в общем самый важный урок, который мы должны пройти до реализации в этом мире, да, для чего мы сюда пришли и что мы должны сделать. То есть это такое место, в котором помогают найти себя, наверное, да, некоторые. Да, да, и это тоже. Я знаю, что для меня оно дало очень много, я вообще многие вещи поняла, это просто удивительно, поэтому мне туда, наверное, продолжают тянуть. И каждый раз какие-то новые слои открываются, новые. Это простоянное движение вперед, постоянное. Примеры языки честные какие-то, вот именно для того, чтобы людям рассказать, у кого еще возникли сомнения, у меня лично нет вообще никаких сомнений, я прям завтра бы поехала, пожила бы там с удовольствием. какие-то примеры, вот именно исцеления или какую-нибудь чудесную историю. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, действительно, историй таких много. Ну, например, одна, когда человек приехал туда с проблемой щитовидной железы, это был рак щитовидной железы, это, в общем-то, было много лет назад, ему давали две недели. Но они каким-то случайным образом нашли объявление вот с женой и поехали туда. И что произошло? Произошло, наверное, не совсем то, что они ожидали. Потому что Джао сказал, едь домой, и тебе нужно сделать операцию. Но ты не волнуйся, все пройдет хорошо, я буду с тобой. Ну, то есть, людям трудно понять, что такое я буду с тобой, но с ним вот находились те самые духи, энтити, которые помогали ему. И он выжил, он прожил еще очень много лет, он потом приезжал туда опять и опять. Но, в общем-то, все восстановилось, и все хорошо. И таких случаев очень много, когда тебе говорят ехать домой, делать операцию. Со мной была девочка, точно так же у нее была девочка, она не такая уж девочка. Ну, молодая женщина. Ну, жаль, женщина. Да, молодая женщина. У нее рак горла был. Она два года, значит, здесь в Америке пыталась все это привести в порядок своими какими-то способами. И не хотела идти ни на химиотерапию, ни на радиацию, и тем более операцию. Но после приезда оттуда, она, причем ей не сказали, она сама, она сама почувствовала, что ей просто надо идти и делать все, что говорят врачи. И все, все хорошо, все образовалось. То есть это еще раз подтверждает, что мы должны идти просто параллельно. Медицина, не всегда медицина, то есть мы, надо иметь какого-то здравого смысла, да. И, может быть, поездка туда очень часто открывает нам вот тот самый здравый смысл или те самые возможности, которые мы раньше не видели. Просто нужно увидеть их и прислушаться. Ну, возможно, что какой-то слой интуиции, да, скрывается для того, чтобы ты уже понял то, что действительно тебе нужно, и пойти именно в то место, где тебе помогут. То есть, видимо, это тоже, потому что, ну, вообще, в принципе, через любую медитативную практику мы разливаем интуицию. Поскольку я, как я понимаю, медитация — это одна из основных в течение практики духовной, которую ты получаешь в духовном госпитале, то, естественно, тебя пространство трансформирует таким образом. И ты начинаешь уже, у тебя являешься доверие, наверное, к этому миру и доверие к тому, что Бог тебя не оставляет. Это самое правильное. То есть, вот символом этого места является треугольник. И, значит, что эти стороны треугольника обозначают любовь, наши какие-то долги и вера. И это самое главное, то, что вот нам дается для того, чтобы мы могли себя трансформировать и понять какие-то свои новые возможности. Любовь, вера и долги, которые мы должны отдать. То есть, в принципе, это карма. Я думаю, это та карма, которую мы должны отработать или, во всяком случае, не садить семена для новой плохой кармы. Это очень-очень важно. Да, ну, то есть, такая сакральная геометрия, получается, уже присутствует в этом месте. Вообще, там очень много каких-то гнистических вещей, я так понимаю, вот кристаллы еще, да, которые там повсюду, и они тоже дают определенную энергию. Можно, наверное, можно кристалл, наверное, взять с собой, да, чтобы этот кусочек этого места, такая янтра. Ну, на самом деле, там продают кристаллы, которые... Блэст... Заряженные. Да, самим Джоао. Там магазины, в которых продают немоверное количество кристаллов. Я просто, когда захожу, не могу оттуда выйти спокойно. И на них хочется смотреть, их хочется трогать, их хочется чувствовать, их энергию. Они просто притягивают. Я очень много кристаллов привожу с собой домой. У меня и дома много, и совершенно разных. Это прозрачные кристаллы, это аметисты, и ситрины, и, ну, все возможные. Розовый кристалл, который направлен на любовь, да, и открытие нашей сердечной чакры. Да, совершенно. И они сами там на месте все забывают, да? Все забывается, да, и там продается. В принципе, в принципе, так как платить там не нужно, ни за что не нужно, то есть лечение бесплатное, все процедуры, кроме там некоторых, кристалл-бет, например, это нужно платить, а посещение самого госпиталя, это все бесплатно. То есть, в принципе, это не зря именно это место было открыто, потому что таким образом Джао имеет возможность как-то иметь, проживать. Вообще все люди, которые там работают, это в основном волонтеры. У них есть не какие-то небольшие бизнесы в Бразилии, там в деревушке, но они работают в самом госпитале, они помогают бесплатно. Их там очень много. Очень много людей, которые туда приехали для того, чтобы больных людей, которые хотели помощи, просили помощи, и им часто говорят, что вам нужно и тут остаться или надольше, или вообще остаться жить. И каким-то образом вот жизнь так налаживается, что они там живут, они помогают, и во всяком случае здоровы. Часто бывает, что одного раза мало, и люди приезжают туда не один раз, они приезжают несколько раз. И это тоже очень здорово. Кстати, ты спрашивала про сакральные места и вещи, и там еще совершенно потрясающий водопад, который мы как раз посещаем в выходные дни. Он удивительный. Энергия там на водопаде совершенно потрясающая. Ну и вода. Он очень... Он не большой. Да, да. Это очищающий водопад. Там есть мостики, на которых мы просим отпустить наше прошлое, подумать о настоящем и о будущем. Это все целый ритуал, который мы производим таким образом. А скажи, пожалуйста, а дистанционное лечение тоже возможно, да? Потому что я, например, читала, что очень один известный духовный американский учитель Уин Дайер, он, например, получил лечение дистанционно от лейкемии. Да, абсолютно. Конечно, я сама делала такую операцию, называется там суррогатная операция для своей мамы. То есть я держала как бы ее фотографию во время одной из такой духовной операции, а мама моя находилась вот здесь, в Чикаго. И, в принципе, были очень хорошие результаты с того, что мы видели. Вот. Такое лечение возможно. Опять же, можно привезти туда фотографии. Если мы, допустим, привезем, ну, не все имеют в целом возможность, если ты едешь туда на место и приводишь фотографии этих-то своих друзей, родственников, близких людей, то это возможно, да, тоже через эту фотографию получить какую-то энергетическую зарядку, да? Конечно, конечно. Я всегда ввожу фотографии тех людей, которые меня просят. Ну, там тоже есть определенные правила. Лучше мне написать имейл, если вы пойдете на sungatehealing.com или sungatecenter.com на любой сайт или вообще, в принципе, на Фейсбуке можно с нами связаться, задать вопросы. Если кто-то нас услышит здесь, в Америке, это 847-345-0988. И, в принципе, я отвечу на любые, совершенно любые вопросы, которые возникают. и можно прислать фотографию, и я тогда привезу пассифлору. Есть разные варианты. Можно привезти туда фотографию, положить его вот в самый этот треугольник, и уже происходят чудеса со многими. А скажи, пожалуйста, там много разговорящих людей, все, которые живут там или приезжают. И вообще, наша страна удивительная, с которыми родом произошли, да, вот, из Советского Союза, да, мы еще все с тобой дети Советского Союза, на мой взгляд. У нас, наши люди, они очень любят духовную практику, в принципе, потому что, мне кажется, что у нас, наша земля, может быть, вот именно, она нам несет какой-то определенный заряд энергии. И мы, я вот иногда разговариваю со многими людьми, я понимаю, что люди, выходцы из Советского Союза, из России, у них почему-то всегда очень много отклика. И даже то, что, например, ну, у меня сейчас в Индии, там связь очень сильная, и в Индию огромное количество русскоговорящих людей едет, и прямо вот ощущается связь. А здесь как? Здесь тоже много русских? Приезжают, в последнее время приезжают больше людей, особенно, когда вот мы начали ездить, вот Михаил снимал видео, там мы рассказывали, показывали, людей стало ездить больше. И в то же время из России. Но если люди едут из России, и они не знают английского, то им очень сложно там. Потому что, в принципе, там говорят на португальском, но переводчики есть, которые переводят с английского на португальский, мы пользуемся их услугами. А вот без знания английского там вообще очень сложно. Поэтому, особенно, именно, еще и поэтому рекомендуется взять гида, который бы помог и в этом плане. Мало того, что огромное количество правил и всего остального вообще в первый раз это гораздо лучше, спокойнее и правильнее было бы ехать с гидом. Ну, я как человек немного опытный, да, в такой роду поездках, я могу совершенно однозначно сказать, что вообще духовная практика она подразумевает что-то мы в такого рода места, где большое скопление народу, что ехать всегда с проводником это очень важно, потому что действительно мы получим намного больше, когда нас посвятят и правильно посвятят и дадут нам возможность именно покажут где и как и каким образом мы можем наибольшую пользу для себя получить. И я хочу напомнить еще раз нашим дорогим слушателям и всем, кто нас будет смотреть, что 2 мая можно присоединиться к группе Риты Борти поехать в Бразилию в духовный госпиталь. Кажда с таком удивительным человеком как Джону в год с Ильичей еще у вас есть возможность и я надеюсь, что Рита нам еще будет рассказывать, потому что мне кажется, каждый здесь сюда. Вообще это, кстати, удивительно, я прошу прощения, еще займу пару минут нашего времени, мы с тобой познакомились, когда ты была именно в госпитале, поэтому для меня тоже очень важное место и я уверена, что я когда-нибудь туда обязательно попаду и очень мечтаю об этом. Каждый раз, когда мы с тобой беседуем об этом месте, у меня сердце просто наполняется любовью, я как бы уже открылась, может быть, просто еще не время, я очень рекомендую вам обязательно почитать, узнать об этом и поехать вместе с Ритой в это место, потому что это уникальная возможность, это прежде всего, духовная практика, да, Ритя? очень сильная, потому что там очень много медитации, пока идет сессия, можно находиться, не можно находиться, а нужно быть в медитации, это может быть от двух до четырех часов, в зависимости от того, какое количество людей, а то и пять, мне кажется, самое большое было пять с половиной часов, люди сидели в медитации, вот, поэтому это потрясающий прорыв просто. А скажи, пожалуйста, это не сложно вот так вот сидеть в медитации несколько часов, особенно если у тебя не было такой практики до этого? А кто сказал, что будет легко? Еще один момент, который я хотела бы обратить внимание, что это место, оно не религии, наверное, это важно, потому что он вырос, взращен в католической религии, но тем не менее это место совершенно не имеет никакого отношения к религиозной практике, это очень, мне кажется, очень важно, чем вот меня это место больше всего привлекает, что когда мы заходим в кассу, мы заходим в главный холл, и там висят портреты всех духовных деятелей, всевозможных, и говорится, что принимаются все религии независимо, потому что Бог один, и мы любим всех, поэтому, да, действительно, никакой привязанности к религии тут вообще нет. если ты позволишь, может быть, мы еще до твоего отъезда еще раз встретимся в эфире, потому что не все вопросы мы с тобой обговорили, мне кажется, очень интересно обсудить, например, какие духи туда приходят, и какие души, да, мне кажется, очень важно. и вообще такая тема, к счастью у нас появляется как можно больше информации об этом, есть фильм канала Discovery, который, по-моему, переведен даже на русский язык, у вас на сайте он, по-моему, есть, да? Я не уверена, что у нас есть на сайте, но есть действительно совершенно удивительный фильм, опра, кстати, туда, опра Винтри туда приезжала, брала интервью, и с тех пор, наверное, больше стало ездить людей из Америки, они поверили, раньше туда приезжало очень мало американцев, да, ну, да, действительно, это так, я думаю, что есть о чем поговорить, и это все очень интересно, поэтому мы, конечно, продолжим. Спасибо большое, Рита, спасибо большое, дорогие радиослушатели, напоминаю, что с вами была женская гостиная на радио, интернет-радио в портале Самгейс, и в центре Самгейс, и в гостях у нас была Рита Борт, и следите за нашими эфирами, мы выходим по четвергам, в девять часов утра по времени Чикаго, ой, простите, 20 часов по времени Москвы, а по Чикаго в одиннадцать, Чикаго в одиннадцать, да, скоро нас в часы переведут, и у нас немножко изменится, кстати, график. мы приспособимся. Спасибо большое, и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Пока-пока.